Многие люди уверены, что секрет долголетия, крепкого здоровья и красивой фигуры кроется именно в питании. Те, кто следят за своим рационом, нередко прибегают к такому мнению, что продукты растительного происхождения намного полезнее, чем животного. Изменение предпочтений в рационе можно проследить на примере знакомого всем продукта – молока. По утверждению социологов, интерес к традиционному пастерилизованному молоку в последние годы снизился как в Самаре, так и по всей России. Но это не значит, что люди совсем отказываются от этого продукта. Они его заменяют. Растительные напитки из сои, овса, миндаля, кокоса становятся все более популярными. Выбирают их по разным причинам. Одни страдают от непереносимости лактозы, другие используют растительный аналог во время религиозного поста. Но чаще всего альтернативное молоко пьют те, кто хочет похудеть или просто поддержать свою физическую форму. Стоит отметить, эксперты не считают растительный аналог хорошей заменой привычному молоку. Если мы говорим о коровье молоке, то коровье молоко, белок коровьего молока содержит все незаменимые аминокислоты. То есть этот белок полноценный. К сожалению, растительное молоко этим похвастаться не может. Также надо смотреть на количество углеводов. Обычно углеводов в растительном молоке значительно больше, чем в коровьем. Конечно, во всех этих напитках содержится растительный белок. Но заменить животное он может только отчасти. Некоторые виды растительных аналогов молока в несколько раз жирнее традиционного. Кокосовый напиток обладает жирностью 24%, тогда как пастеризованное коровье молоко чаще всего 2,5 или 3,6. Кроме того, самые популярные растительные напитки изготавливаются из орехов, а это один из сильнейших аллергенов. Особое внимание следует уделить составу. Там нередко встречаются вредные пищевые добавки. Нужно обратить на количество углеводов. Конечно, в идеале их не должно быть больше 4 грамм. Нужно обратить, чтобы не было сахара в составе такого молока. Естественно, жирность. Напитки сои, кокоса и орехов – это неплохая альтернатива молоку для людей с неприносимостью молочного белка или лактозы, а также для веганов. Остальным нет смысла полностью исключать из рациона привычное молоко. Но если вам нравится вкус, запах, текстура этого продукта, то его можно употреблять дополнительно. Содержащиеся в этих продуктах витамины группы В благотворно влияют на нервную систему. Пить такие напитки полезно при бессоннице, стрессе и хронической усталости. Главное, чтобы они были натуральными и без добавления сахара. Если отказ от привычного молока был вызван желанием избавиться от лишнего веса, тактика неверная. Чтобы похудеть на пару килограммов, вовсе не обязательно отказываться от каких-либо продуктов. По словам спортсменов, самочувствие и физическая форма могут быть совершенны лишь в том случае, если организм не испытывает стресс. Чтобы составить рацион без лишних заморочек, можно использовать метод тарелки, так называемый. Есть метод гарвардской тарелки, когда мы условно нашу тарелку, вообще весь наш нервный рацион делим на какие-то части. И в определенных пропорциях у нас там присутствует белок. Это четверть тарелки занимает белок. Половина тарелки занимают овощи, фрукты. И еще четверть тарелки у нас занимают углеводы. Отдельно взятые продукты не могут совершить чудо с нашим организмом. Открывайте для себя новые вкусы и сочетания в еде. Это повышает настроение и придает сил, чтобы активно прожить новый день. Александра Гусева, Константин Головин. События. Продолжение следует... Продолжение следует...